не только ветер но еще меня этих жутких коров когда они меня увидели они что-то побежали а отошала его ко мне такое ощущение что их кормят люди али интересно чтобы было если пена велики ехала пиздец короче я снова тут матерюсь камеру я не знаю как это вырезать когда буду заливать выключи на youtube прибежит куча фанатов которые на меня тут последнее время подписались ну те самые фанаты что любят подгадить в комментах или написать когда же твой канал закроется на хрена ты подписалась курица недорезанная дорога если прямо по ней прямо 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 не сворачивая налево то можно доехать или дойти до бывшего кожевникова где если потом свернуть снова налево и кажется еще раз налево то можно найти хороший куст шиповника и вообще там по дороге в прошлом году выросло еще несколько шиповников и здесь кстати тоже был но что-то коровы на меня так реагировали что сдается мне сеточка у них если бьет током то видимо они уже закаленные кстати вот тут эти палки то ли они здесь уже были но скорее всего еще не были потому что трава еще целая их уже шесть лет здесь периодически пасут не доят и они идут на мясо как просто как мраморное мясо кстати участвуют правда деревья но тут такая конкретно немножко интересная туча обычно такое снимаю на фотик но раз я теперь на ю тубе помимо прочего веду в основном блог блог то ну снимаю вам на видео там уже чем если мне попадется эта туча еще то и постараюсь заснять чуть-чуть совсем пройти конечно ее так конкретно не видно это такой кусочек можно сказать как крокодил вот можно сказать средняя часть крокодила день так живут он там дальше был бы хвост или голова вот там такая тучка и вовсе не медленно и мы подошли то бишь я ну и вы если смотрите это видео зубы в общем прямо пойдешь в Кожевниково попадешь нас нужно местами даже в Шишкино даже куда уехала в сторону мертвых деревень налево пойдешь в Кожевниково попадешь через несколько километров ну и если обратно пойдешь в Масеевское попадешь мимо коров пройдешь тут моя тень если повезет то возможно я появлюсь в кадре немножко пособрала трава кстати в травах вот кстати туда дальше где дорога заканчивается там раньше была сеть ну по крайней мере на велике можно было выйти в сети с мегафона телефона из билайна симки но видимо только на велике тут она ее показывает но у меня ничего не загрузилось такие дела хотя возможно в контакте я побыла сколько там онлайн с телефона но я при этом не могла зайти в сообщеньки вообще никуда тут фишки кричат вообще раньше тут было конкретное поле горох выращивали еще что-то до колхоза никаких деревьев не было деревьев наросли за последние лет 15 тут кстати косят иногда практически каждый год то ли для прилуг то ли для шишкина вот скоро будет горка скорее всего параллельно той горке которая если идти от дяди Толи вот этот пруд это начало потешки на самом деле туда дальше все вот туда туда есть небольшой ручеечек и еще маленький прудик и вот именно оттуда войдет начало речки потешки которую я как-то снимала на телефон еще мне сейчас тут чуть-чуть приближено я туда однажды ездила на велике уже в обратную сторону вот за ручь за этим прудиком как раз деревня племякова была в общем лет 50 назад она еще была то бишь меня еще не было но она уже еще была это вот дорога как раз та самая по которой я иду ну и туда дальше вот как раз за холмом там идет маленькая-то речка вообще она вот так виляет и в деревню у нас приходит вот этот же пруд чуть-чуть с другой стороны и уже без приближения где-то есть фотографии или на яндексе или вконтакте где вот я специально его фоткала там еще есть даже череп лошади уже такой конкретно череп обглоданный и кстати небольшой такой горечек каплю хотя солнышко есть поэтому я пожалуй пока вырублю камеру ну так вот эти фотографии я делала как раз для своего приятеля Миши из Питера если вам интересно можете поискать посмотреть это не сколько тремор моих лап сколько действительно тут ветер такой довольно сильный но не особо холодный может даже и холодный но деревень все защищают то вот я все еще в пути и в принципе уже без малого час прошла с учетом как вышла из дома и с учетом того что периодически останавливаются снимают для вас видосики и собирать травку в траве вот если этот поворот оттуда дальше скорее всего направо то вглубь я туда тоже ездила однажды доехала там не знаю то ли это хомутово то ли хомутово то ли еще что то в общем момент такой что там был лес еще куры где-то куда вторую там тогда еще были коровы тоже в которых я проходила послить но тогда было очень жарко на самом деле я еще бабушку в деревню приезжала меня конечно потом поругали что я уехала к черту на куличке и 40 километров где-то мотала на велике а это у нас поближе подойдут тут была яма ее буквально может года три назад заделали раньше была такая палка в ней но чтобы было видно что нужно объезжать это внутри там промыло потому что воды идут подземные это еще она образовалась еще наверное когда мы совсем мелкие были когда вот эту дорогу сделали ну может где-то через пять как ее сделали появилась эта яма что вот там дальше как раз вот я ехала и там был вот этот маленький ручеек туда туда дальше как раз та самая рубежка вот эта яма как бы символизирует что вот скоро-скоро если прямо идти то будет маленький перекресток лесок и направо если пойти то можно попасть в Ескино хотя если пройти прямо и еще чуть-чуть направо то тоже попасть в Ескино хоть я заряжала свой фотик но что-то он мне немножко подмигивает мне уже желтеньким вот я подошла к перекрестку даже не заметила как подошла ну и налево пойдешь в Масевское попадешь прямо пойдешь в Силюхино попадешь оно уже не деревня не живое ну и в Ескино пройдешь направо пойдешь в Ескино попадешь а если совсем направо то в Тверскую область ну а обратно пойдешь обратно попадешь путь домой так сказать последняя часть круга конечно там еще есть одна часть если ближе к дому вот видно что очень грязно то придется мне идти совсем по кругу вон там слева раньше был небольшой лесок куда мы ходили за грибами с земляникой и костейникой потом он чуть-чуть отперился зарос ну конечно туда можно пройти но там больше были лома теперь и вот это туда куда я иду сейчас и батарейка у меня мигает посему наверное если вы досмотрели до конца когда я это все сошью и залью на ютуб ну и ладно значит ознакомились с забытием сельским деревенским вот я с вами и попрощалась но кто ж знал что здесь будет еще большее болото чем когда я уходила от фермы налево о, а ты Израиль как мне по нему плыть я же плавать не умею и да сейчас руки не трясутся я тупо иду и держу камеру перед собой ужаснитесь вместе со мной дорогие подписчики спасибо Теперь это это когда